Обзор по паре американского доллара канадскому доллару Часовой график Продолжительное время на 4-часовом графике котировки данной валютной пары находятся в боковом движении Здесь следует отметить, что поддержка покупателей более четко выражена вблизи отметки 1.3367 Данная зона немного более шире, но верхняя граница диапазона не столь четкая Поэтому это свидетельствует о большей силе покупателей именно вблизи данной поддержки Также следует обратить внимание на выход сильных данных из Соединенных Штатов за последние две торговые сессии Они не оказали поддержки для американского доллара При всем при этом представляет собой ценную информацию для рынка Которая свидетельствует о повышении вероятности дальнейшего укрепления американского доллара по отношению к канадской валюте Вчерашнее же падение было вызвано существенным укреплением котировок нефти При всем при том, что уже достаточно долгое время регистрируются Вчера были зарегистрированы очередные положительные изменения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах Они оказались чуть меньше прогнозов По этой причине оказали небольшую поддержку рынку нефти С фундаментальной точки зрения данный рынок действительно находится в перекупленности Потому как с начала года было зарегистрировано лишь два раза из всех недель Лишь два раза негативные изменения То есть постоянно повышение запасов нефти так или иначе приведет в среднесрочной перспективе к более глубокому падению Но в данный момент наблюдается именно коррекционное движение фиксации ранее открытых сделок на продажу По этой причине укрепление рынка цены на нефть положительно сказывается и на канадском долларе Но при всем при этом это следует расценивать как большее ожидание на некоторую договоренность Которая может случиться на рынке нефти в плане дальнейшего сокращения По этой причине американская валюта выглядит более перспективно по отношению к канадской валютой Поэтому дальнейший рост на данном рынке более обоснован Соответственно рекомендую заключение сделок на покупку у нижней границы действующего диапазона С частичными фиксациями при достижении ближайших линий, а точнее уровней сопротивления Продолжение следует...